МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новин регион» у студии Алены Милешчанковы. Витаю вас сегодня у выпуску. 32 неполнолетние Могилёва застались без попячения ватьку. За першой погодзе в парашенне суда. Унутренные уступные экзамены начались у высшейших научных установок. Плануют першой опал, рыхтуют печи и дровы. У Бабруську проходит 15-й международный пленер по керамице Арджижаль. 32 детяти и подлетки Могилёва застались без попячения ватьку. За першой погодзе 2017-го. Гэта калимамы, таты, парашенне суда были позбавлены батьковских правов. Прочина одна. Дятей покинули у социально небеспечным становящим. Лёс яши трёх дятей вырошали днями у Ленинским районам Могилёва. На суместном посажении Координационного совета по профилактике семейных проблем и комиссии по справах неполнолетних. У гэтых батьков дачка школьница заразена у дитячем социальным притулку. У комиссии по справах неполнолетних зауважают час разлуки, не подструхнув дорослых до выправления. Прогулы по праце без конца пьяные загулы. За пять месяцев батька до прикладу приходил до дачки только одной. Завод школы, у якой навучается девчинка, першая робить в основу. В работе в данной семье положенные динамики не наблюдаются. Родители не исполняют свои обязанности. По свиданиям девочки на данный момент занимается бабушка. Из-за интересованности в том, чтобы ребёнок вернулся в семью? У родителей нет. Такие же слова гучать и от правоохоуников, и от представников администрации предприемства, где працуют батьки. Комиссия вынуждена будет обратиться в суд с иском на лишение родительских прав. Ну, это очень спокойно. Ну, да, ну, забирают, забирают. А мы будем жить дальше в свое удовольствие. Как-то удовольствие придет в нехорошем последствии. Другая пара – приклад супротлеглый. Той факт, что двух дачок забрали у притулок, да помог батькам на сам речь задуматься про свое житё и звычки. Огромное желание есть, конечно. Огромное желание, да. Когда такая же ситуация заховается, дети худко вернутся домой. Дарочи за первой погоде 2017-го у Могилёве одобраны семью 44 дитя. Малые у притулку чекают в управлении батьков. Разом с тем, у относенных до 32 детей и подлетка у Могилёва, их мамы и таты рашением суда позбавлены батьковских правил. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов, Новинир Геона. Два человеки потерпели у вынеку дорожно-транспортных здарений у Могилёве. На Минской шаши под колы «Фольксвагена» трапила 60-годовая жахарка областного центра. Як поведомили у Диарша у той инспекции, она переходила проездную частку по пешеходным переходе. Жанчину шпитализовали. А на улице Чалюскенцев автомобиль «Сузуки» урезался у припаркованную «Тойоту». Сгодно по передней информации, 66-годовый водитель шасово стратил керування Махчыма за проблем со здоровьем. У вынеку авары машина отрымал серьезные травмы. Его накерували у реанимацию. 50 тонн ячмени и 25 тонн кукурузы затрымали супрацовники Могилёвской мытни. Аперативники отдела по боротьбе с контрабандой выявили три факта незаконного перемещения грузов. Две машины фуражного ячмени и машину сбожа кукурузы в супрацовнике мытни спынили у розных районах в области. Ни на один сгрузов у водителям не было при себе документов. Отсутничали и фитосанитарные сертификаты, які подтвердили якость товару. Зараз и ячмень, и кукуруза знаходятся на складе часового заховывання. Затрыманная сбожа чакает экспертыза. От ею вынекал и будет залежать далейший лёс груза. Ну а лёс перевозчиков вядомый, их чакает штраф. Приём грамадян по особистых питаниях проведет помощник президента Беларуси и инспектор по Могилёвской области Геннадий Лауранков. Ладится приём будет в субботу, 22 лепеня у Крышевским Раве-Конкаме. Сустрэча отбудется по пылному графику. Так, с 9 до 11 годин Геннадий Лауранков планует провести промую телефонную линию. По номерам у Крышеве 26644. После этого с 11 до 13 отбудется приём грамадян. По первой дне записаться на сустрэчу можно по номерам у Крышеве 26638 26611. Приём будет проводиться в кабинете номер 332 Крышевского Раве-Конкаме. А в ушейших навычальных установах почались внутренние уступные экзамены. А 17 лепеня в НУ завершили приём документов на бюджетную форму навычания. А пошний день был напруженным для тех абитуриентов, кто подлечил балы и инших, как поспеть подать документы на ту специальность, где у него больше шансов для поступления. В Белорусско-Российском университете за годину до закрытия у входных дверей абитуриентов, которые сдают документы, не шмат. И у основных тыях, кто привёз документы из инших в НУ. Многие были в чакании. С подликами балов допомагают и батьки. Если вы желаете именно на бюджетное место, тогда вам нужно смотреть на технический подпись с вашими балами. Сначала хотелось попробовать БНТУ, но там что-то не пошло по балам. Всё. А балы какие? У меня? Сиклет, не скажи. А то ещё скажут, немножко неумный. Выжидаю час, когда перебросит. Жду. Не с нетерпением. Интересно же, что будет. Ну, может, что-нибудь получше найдётся. Ну, мало ли, всякое же бывает. У приёмной комиссии кажут. План по набору документов на бюджетную форму на Вуршане Яны выконали и пера выконали. Конкурс небольшой, хотя на некоторые специальности, такие как автоматизированные системы обработки информации, промышленное гражданское строительство, автосервис, он присутствует и немаленький. Те абитуриенты, которые вдруг не проходят на бюджет Республики Беларусь по всем вузам нашей республики, ещё имеют поступить в наш вуз, единственный вуз Республики Беларусь, который принимает до 26 июля на бюджет за счёт нашей составляющей по Российской Федерации. Ровно у 18 годин дверы в НУ на приём документов зачынили, некоторые поспели забегши литерально у опошние секунды. Хоть дверы зачынили, приём документов ты, кто находится во установе, протягивали. Дарайше сёлета проходный бал на некоторые специальности у высшейших навычальных установах повеличился. У приёмных комиссиях меркует, что на это поплывала макчимость отримания четвёртого сертификату. Татьяна Сергеевичек, Александр Тарасов, Новины региона. Планует первый опал, рыхтуют печи и дровы. На базе отпочинка у Вербки под Бобруйском проходит 15-й международный пленэр по керамице Арджижель. Всё литую им принимают удел 20 мостаков керамистов из девяти краин. С Беларуси, России, Латвии, Литвы, Молдовы, Франции, Украины. И у першиню приехали у Вербки керамисты из Индии и США. Девиз Арджижелю застаётся неазменным. От традиций до сущасностей прозвопыт майстерства. А вось тем и меняются всё лето основные станет эмофлоры и фауны. Их трансформация у сущасностей. Головная задача кожного пленэру, говорят организаторы, развитие беларусской керамики и поддержка творчей молоди. Например, у сёлетним Арджижели принимают удел некальки выпускников мастацких установок Дукасы. До того ж, пленэр международный, а значит, будзе обмен вопытым и традициями. За створением мастацкого твора с керамики можно будзе и поназирать, и доведаться про количество керамичной справы. Например, про то, и что глину для будущих экспонатов пленэру Вербки привозить, и она специальная. Прикладный разлик – 70 килограммов на майстра. На 25 липень запланованы показальны апал скульптуры. Завершится свято керамики открытём выставы у Бавруйским мастацким музея другого жнивня. Пачусь Антарктыду и навыц штаб-кватеру Организации Объединенных Наций. Для этого не потребен телефон. Запэуниваюць рады и аматоры. На березе Раки Смародино в Бялынцьком районе яны ладзели туристычные взлётные, які приехали десятки семью. Отпочивались, поборничали и, конечно, не выходили у эфир. Обратный отсчёт. 5, 4, 3, 2, 1. Начали! Рады и аматоры повинны выйти на совесть, передать свои позывные и подшуть провитанию отказ. Кто зробит большую колькость сеанса, в стане переможцем. Довольно просто, а лет только на перший погляд. У нас идёт контест, так называемый. Это соревнование, открытое первенство российской Федерации. И мы в нём принимаем участие. Передаём контрольные номера, то есть, как мы их слышим, как разбираем. И плюс контрольные номеры и ту зону. Вот это чисто технический. А сейчас вот кого слышите? Сейчас вот у нас россиянин. А конкретно? На связи Пермь. На Вататюль с туристичной базы при отповедных умовах на дворе сигнал может пройти по освету некольки тысяч километров. С большим интересом было повесить антенны, выйти в эфир, услышать Красноярск, Польшу. Ну и со всем миром провести связь. Это было очень интересно, захватывающе. Большая стерады аматоры у Беларуси затекавились о этой справе ещё с советских часов. Кажуть, это захопление на всё житё. А туристичный взлёт даёт махчимость состреца паза, эфиром и за позывными обачить реальных людей. Кристина Кранкевич, Андрей Шуляк, Александр Артемьев, Новина региона. Субтитры создавал DimaTorzok